Это Русская служба Международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова и сегодня в нашей парижской студии гости из Москвы адвокат Мария Эйсмонт. Здравствуйте. Здравствуйте. И правозащитница Светлана Шмелёва. Добрый день. Добрый день. Вы приехали в Париж на несколько дней. Вы здесь встречаетесь с местными правозащитниками и журналистами. Спасибо, что вы пришли в нашу студию. И я хотела начать наш разговор с последних событий вокруг вашего подзащитного Мария Константина Котова. Константин Котов – московский гражданский активист, которого обвинили по так называемой «Дадинской статье». Это статья о неоднократных нарушениях на публичных мероприятиях. Его приговорили к четырем годам колонии. Несколько дней назад Генеральная прокуратура России, обжаловав касаться этот приговор и попросила снизить наказание до одного года заключения, этому предшествовало постановление Конституционного суда, пересмотреть дело Котова. Что означает это решение Генпрокуратуры, по-вашему? Вообще, конечно, это очень показательно, что в новостях у нас присутствует исключительно обжалование Генпрокуратурой приговора Константину Котову, когда они сами при этом просили четыре с половиной года решения свободы в первой инстанции и согласились оставить четыре года во второй инстанции. Дело в том, что защиту Константина Котова до Генпрокуратуры еще за несколько дней, после того самого определения Конституционного суда, о котором, может быть, если вы захотите, мы поговорим чуть подробнее позже, защита Котова также обжаловала приговор в суд Конституционной инстанции. У нас есть две жалобы от всех защитников Константина, в которых мы просим суд, основываясь в том числе на определении Конституционного суда номер 7О 27 января, прекратить уголовное преследование Котова и объяснить ему право на реабилитацию, извиниться перед ним и неверно освободить, поскольку, как Конституционный суд лишний раз подтвердил, в действиях Константина Котова нет состава уголовного преступления. В той обязательной трактовке этой нормы, статьи 212 прим, которую дал Конституционный суд как в своем постановлении по делу Дадина в 2017 году, так и в последнем определении по делу Котова. Поэтому мы исходим из того, что мы обратились с кассационными жалобами, в которых мы просим суд прекратить уголовное преследование Константина Котова. Что касается Генпрокуратуры, то в данном случае предложение нам кажется несерьезным, оно, очевидно, незаконно, по уже сказанному мной выше, поскольку противоречит тому самому обязательному толкованию нормы, которую дал Конституционный суд. Если Генпрокуратура каким-то способом хочет как-то выкрутиться и снизить тот срок, который сами до этого запрашивали, то, в общем-то, это вопрос к ним, что и не движет. А юридически это предложение не очень серьезное и, очевидно, незаконное, поэтому что его особо обсуждать? Вы сказали, что вы недовольны этим постановлением Конституционного суда в интервью «Свободе», потому что в нем сделан упор на невозможность применения наказания, но как бы неконституционность самой 212 статьи так и не признана. Это не постановление, это определение Конституционного суда, которое было вынесено без заседания. В этом году фактически Конституционный суд отказался принять нашу жалобу для рассмотрения в заседании, как это было жалобой по делу Дадина. При этом он определил пересмотреть приговор в отношении Константина Котова. Поскольку Константин Котов через нас, его адвокатов, обратился в жалобы с Конституционный суд, прося Конституционный суд признать саму норму неконституционной, то, естественно, мы не можем быть полностью удовлетворены полученным определением. Поскольку мы просили признать норму неконституционной, к сожалению, наша просьба не была выполнена. Почему мы просили признать норму неконституционной и могли ли мы это просить? Действительно, по делу Дадина, Конституционный суд, который просили адвокаты Ильдара Дадина признать 212 прим статью Уголовного кодекса, не соответствующей Конституции, этого не сделал. Он оставил статью в Уголовном кодексе, он не признал ее не соответствующей Конституции, вместе с тем Конституционный суд выявил ее конституционно-правовой смысл. То есть он определил то единственное возможное ее применение, которое не будет противоречить Конституции. А именно, что самое главное из всего, что сказал Конституционный суд, сама по себе неоднократность нарушения установленного порядка проведения массовых акций, митингов, шеств и пикетирования не образует состава уголовного преступления. Для этого действия конкретного лица должны содержать в себе реальную угрозу причине вреда имуществу, здоровью граждан, окружающей среде, либо причинить вред здоровью, имуществу, окружающей среде. Угроза должна быть реальной, невымышленной, то есть в деле Котова в приговоре написано, что Котов скандировал лозунги тематического содержания, тем самым создавая угрозу здоровью граждан, это бред сивой кобылы. И смешно. Конституционный суд, конечно, имел в виду другое. Мы говорим о реальной угрозе и о реальном вреде здоровью. Очевидным образом, действия Котова такого вреда и такой угрозы не представляли, таким образом они в его действиях отсутствуют состав преступления. Что будет происходить сейчас? Так вот, я простите, не договорила. Да. Конституционный суд единожды высказался по поводу, выявил конституционно-правовой смысл в статье 212 прим. Вместе с тем правоприменители, в том числе следователи по делу Константина Котова, как и следователи по делу Вячеслава Егорова и по делу Андрея Боровикова, активиста из Архангельской области, это три человека, которые попали под уголовное преследование по этой статье в 2019 году. Также суды по делу как Андрея Боровикова, так и по делу Константина Котова, суд первой инстанции Тверской районной суд и Московский городской суд, показали, что они не применяют то единственное правильное и возможное толкование нормы, о котором говорил Конституционный суд. И тогда, и в практике Конституционного суда такое уже бывало. Конституционный суд вправе вернуться к рассмотрению соответствия нормы Конституции и признать ее несоответствующей Конституции, если правоприменитель показывает, что он не воспринял того выявленного Конституционно-правового смысла Конституционным судом, который содержится в предыдущих постановлениях. То есть, когда мы просили признать норму неконституционной, мы в том числе ссылались и на практику Конституционного суда. То есть это не было невыполнимой просьбой с нашей стороны. Вот это я хотела пояснить. Но вместе с тем, Крисон Суд не стал это делать. И в определении, которое мы получили по делу Котова, в общем-то, самым позитивным ее выходом из этого определения, это его определение о обязательном пересмотре приговора в отношении Константина Котова, чего мы и ждем. Но пока у вас нет ни конкретных дат, ни каких-то... Я думаю, что даты будут известны в самое ближайшее время, поскольку в настоящий момент наши жалобы с ними знакомят самого Константина. Как я поняла, мне сегодня сообщила моя коллега Вера Гончарова, которая была у него в колонии. Его уже с ними ознакомили, как и с представлением прокуратуры. Нас ознакомили с представлением прокуратуры. Я думаю, что в самое ближайшее время, может быть, в течение даже следующей недели будет назначена дата. И вы рассчитываете на что? На какой исход в деле Котова? В деле Котова будет только один исход. Котов будет полностью оправдан, реабилитирован. Вопрос, когда это будет и в какой инстанции, я, к сожалению, ответить не могу. Если этого не случится в той инстанции, куда мы сейчас пойдем, значит, это случится в какой-нибудь следующей инстанции. Есть Европейский суд, правоначивый, есть Верховный суд. У меня нет ни малейшего сомнения в единственном возможном исходе этого дела в полном оправдании невиновного человека. Вы упомянули Вячеслава Егорова, который выступал против строительства мусорного полигона в Коломне. Он находится под подпиской о невыезде в ожидании суда, и он является тоже вашим подзащитным. Можно ли рассчитывать, что это определение Конституционного суда положительно повлияет на его дело? Безусловно, это определение Конституционного суда, как и постановление по делу Дадина, имеет непосредственное отношение к его делу, и мы ссылаемся как на первое, так и сейчас, и на второе решение Конституционного суда. Насколько я понимаю, следователи по делу Вячеслава Егорова ожидают, чем кончится вся история с Константином Котовым. Поэтому, в общем-то, конечно, напрямую зависит и судьба того уголовного дела от того, что будет происходить с уголовным делом по делу Котова. Светлана, вы являетесь соратницей Дадина по московским протестам, да, вы вместе с Дадиной, простите, Константина Котова по московским протестам. Вы были у него в колонии, он находится в колонии во Владимирской области. Вы можете рассказать об условиях, в которых он сейчас сидит, и что с ним происходит в колонии? Да, но слово «соратника» — это специфическое слово. Я даже не знаю, могу ли я вообще кому-то по отношению себя так характеризовать, но, действительно, с Костей мы не так давно знакомы, но так как мы вместе стояли в ежедневном одиночном пикете возле администрации президента за обмен всех на всех между Украиной и Россией, конечно, многое пришлось прожить вместе. И Костя мой друг, сказав, что я была у него в колонии, надо понимать условия, я не знаю, может быть, во Франции можно приехать в гости к другу, но в России было возможно составить компанию «Мария Эйсмант», которая героически ездит и навещает Константина еженедельно. Это, с одной стороны, не очень далеко от Москвы, но это довольно трудная дорога, потому что город Покров не находится рядом с железнодорожной станцией. И я могла просто составить компанию и побыть. Обычно Мария ожидает около пяти часов встречи с Константином, но даже этого не удалось сделать, поскольку, придя туда и войдя в комнату ожидания, в какой-то момент пришли люди с автоматами, которые там работают, и попросили незаконно, тем не менее, меня удалиться. Поэтому я ждала вообще возле этой колонии, в пределах этого города Покров. Но про условия Кости. Во-первых, сам Костя, конечно, не стал бы здесь жаловаться. Это не человек, который жалуется на свою судьбу и на свои условия содержания. Тем не менее, я считаю, что, конечно, колония могла бы быть и получше даже в условиях России. Это не самая худшая, но и далеко не самая лучшая колония, так называемая «красная зона». То есть там, где тебя могут извести просто правилами, когда ты должен 24 часа в сутки делать бессмысленные вещи любое количество раз, когда тебя об этом попросят администрации. И с Костей такое было. Ну, известен случай, о котором рассказывал адвокат его случай с перчатками, когда за него пострадал человек, которому мы сейчас пишем письма. И очень благодарна ему, на самом деле, за это. Я думаю, надо просто уточнить, что он не мог получить перчатки, которые ему передал его отец. Да, ему передал отец перчатки. И месяц колонии не могла найти времени, чтобы отдать ему эти перчатки. И зима. Костя терпеливый человек, но, видимо, человек, который сидит рядом с ним, видел это издевательство и решил поделиться перчатками, за что получил выговор. И, в общем, он рассчитывал на УДО, и теперь непонятно, честно говоря, с его судьбой, что будет. Была история с ложкой, которая тоже известна, когда та же колония, навязывая свои правила, внушила, что если ложка падает, то ты не можешь её поднять, потому что после этого с тобой не то, что разговаривать никто не будет, а будут большие проблемы. И Костя почти неделю находился без ложки. Вы писали обращение Марии в конце ноября с просьбой писать Котову письма. Получает ли он много писем и чувствует ли он внешнюю поддержку в колонии? Да, Костя получает довольно много писем, это десятки писем. Они приходят не сразу, они приходят с некоторой задержкой, но, тем не менее, они до него доходят. И, несмотря на то, что у неё не так много времени на то, чтобы на них отвечать, поскольку свободного времени, от силы полтора часа в сутки, всё остальное время ты должен что-то делать, что от тебя просят. Но, тем не менее, этого хватает, чтобы пусть медленно и не сразу на все, но отвечать на эти письма. Костя, безусловно, чувствует, что его поддерживают со свободы. Он, в общем-то, признателен, он об этом говорит и пишет в каждом своём письме, он об этом говорит при наших встречах. Так что это, в данном случае, поддержку общества он, безусловно, чувствует. Для вас обеих, чем лично стало московское дело и московские протесты этого лета, если оглядываться назад, полгода спустя, как вы это оцениваете? То, что происходило летом в Москве. Если это, вот я уточню, потому что если этот вопрос связан с Константином Котовым, его тоже причисляют как участника московского дела, и вообще за каждое упоминание Константина Котова лишний раз не будет. Но надо понимать, что это не часть московского дела. Это происходило одновременно, но, тем не менее, Косте предъявляются совершенно другие эпизоды, не связанные с летними именно событиями. Хотя последнее его задержание действительно было на одном из митингов, и один из эпизодов этого дела является репост ивента о собрании. Что касается московских дел, конечно же, они совершенно незаконны. У нас часто власть проводит параллель с здешними желтыми жилетами, но никакой идентичности у этих процессов нет, потому что действительно в Москве это невероятно принципиально мирный протест. То есть это люди, которые, может быть, они имеют право на восстание, тем не менее, это был исключительно мирный протест без каких-либо актов или призывов к насилию. И надо понимать, что людям предъявляется обвинение в насильственных действиях, как раз тем людям, которые полностью его отрицают и на самом деле выходили против этого насилия, связанных со списками, с депутатами и прочее. Но, как я оцениваю, совершенно очевидно, речь не только мы говорим про Москву, потому что, наверное, это на слуху и так далее, но есть ингушское дело, которое на самом деле довольно сильно похоже, есть разные процессы в регионах, и то, что вижу я, как гражданский активист, это всплеск, может быть, не всплеск, потому что всплеск – это такое разовое явление, но постоянный рост некоторого протестного, и даже дело не в протесте, а гражданского движения, будь то экологическая тема или тема выборов, или тема территориальной земли, как это было в Ингушетии. И люди, несмотря на то, что везде заводятся уголовные дела, и, казалось бы, это должно как-то, не знаю, что, заставить людей интересоваться этой стороной жизнью, но я этого не вижу, что это происходит, какое-то снижение интереса, то есть, может быть, люди не ходят по бульварам, но мы сейчас придем в суды, и по сравнению с тем же болотным делом, куда, я помню, что ходили просто единицы, на самом деле, сейчас все-таки это десятки или сотни людей, когда мы знаем, что есть процессы, и люди активно в этом участвуют, люди не соглашаются с этим, и те, как бы, вот, как нас тут спрашивают, как вы объясните там какие-то милосердные жесты о власти по отношению к тем или иным фигурантам, надо понимать, что это заслуга исключительно адвокатов, общества, которые над этим работают, и каждое движение, которое оправдательное совершается, это выстрадано, это нужно создать условия, чтобы чиновникам, которые нарушают закон, было проще отпустить, нежели продолжать удерживать человека. А у вас какое ощущение от московского дела и от вот этого нарастающего, возможно, давления общества и консолидации тоже протестов? От летних протестов у меня есть очень много разных ощущений, и самое сильное как раз это довольно позитивное ощущение от того, что я встретила огромное количество молодых людей, вот это новое поколение, которое вышло на улицы, которое выросло, и они были слишком маленькие, когда происходили протесты 11-12 годов. Это новая волна и новые люди. Это пришло студенчество в основном, люди молодые, 20 с небольшим, и даже некоторым мне было 20 лет. И это прекрасное поколение. У меня просто самые позитивные чувства от встречи с ними. И есть какая-то надежда на то, что если вдруг у них получится, то вот у них должно получиться. Понятно, что репрессии, они, в общем-то, выборочные, с другой стороны, они достаточно массовые, чтобы о них говорить, они не единичные, хотя и, безусловно, выборочные. И я категорически не поддерживаю разговоры о некой оттепеле каждый раз, когда кого-то отпускают, хотя, безусловно, это повод порадоваться за конкретного человека, за его судьбу, за его свободу и за тех, кто за него бился, поскольку это, безусловно, их успех. Вместе с тем, в общем, ни о какой оттепеле речи не идёт. Речь идёт пока о том, что в отсутствии работающего независимого суда, а в России он полностью отсутствует, часто действуют какие-то другие механизмы, помимо юридических, которые иногда в каких-то случаях позволяют вытащить человека, иногда нет, но это пока те случаи, когда удаётся кого-то отбить, их недостаточно для того, чтобы говорить об изменении ситуации. У нас сейчас предстоит приговор по одному тоже громкому делу, делу сети в самые ближайшие дни. И когда меня спрашивают, Мария, а как насчёт оттепель? Я говорю, как насчёт, что у нас страшнейшие пытки, о которых люди рассказывали, даже не расследованы? Понимаете, в 21 веке у нас пытают людей током, гениталием, чтобы они признались в терроризме. И эти пытки не расследованы. И этим людям сейчас запросили гигантские сроки. До 18 лет. Да, до 18 лет. О какой вы теперь можете идти речь? У нас идёт, продолжается дело нового величия, где я тоже защищаю одного из фигурантов. Когда молодые люди просто собирались и разговаривали о политике, из этого сделали экстремистское сообщество. Поэтому у нас сидят люди, у нас сидит человек пять лет за твит. Пять лет. Реально, колонии. Лишение свободы. Поэтому, конечно, предстоит всему обществу очень много сделать. Здесь и объединение юристов, но этого недостаточно. Здесь и гражданские активисты очень помогают, и пресса, которая всё это освещает. Ну, кажется, что пока, может быть, наших сил недостаточно, но при этом, если мы не остановимся и будем продолжать информировать людей, продолжать просвещать, продолжать собирать сторонников и продолжать говорить о том, что мы требуем, о наших требованиях, должна быть своя повестка. Мне кажется, неправильно вообще обсуждать, а почему они отпустили, а кто кому дал поручение разобраться. Да плевать. Понимаете, есть люди, чья вина не доказана, есть люди, невиновность которых очевидна, есть люди, которые сидят за решёткой. Общество должно делать всё, чтобы их освободить. И эти сигналы, они не для нас, они, может быть, для них. А мы требуем, у нас своя повестка, мы требуем независимого суда, мы требуем нормальных человеческих условий, уважения человеческого достоинства в нашей стране. Вот так и надо работать. И это не быстрый путь, но, в общем-то, мы к этому готовы, мне кажется. Вы не боитесь за себя, выходя на эти одиночные пикеты, участвуя в таком, активно участвуя в гражданском сопротивлении, если можно так сказать. Это, наверное, не совсем правильное слово. Да, но мне кажется, что есть какое-то такое странное отношение к страху и к боязни. Я не стыжусь страха и считаю, что это вообще показатель человечности человека и возможность испытывать страх. Это очень, ну, чувство страха, это очень важно, как чувство самосохранения и так далее. Поэтому я не буду говорить, что я, значит, бесстрашный лев, которому абсолютно всё равно, что будет с его жизнью. Я боюсь. Но ещё больше я боюсь, что моим детям придётся это делать за меня, что я отсижусь дома, а им придётся это делать всё равно через 10 или 20 лет. Ещё в худших условиях. Я боюсь, что мы упустим то, что было наработано предыдущим поколением. Это правозащитники, это такие организации, как «Мемориал», которые, я считаю, что многое отстояли для нас, и мы просто не имеем права это отдать. Я хотела напоследок задать вопрос о поправках в Конституцию, которую предложил президент России Владимир Путин. Как вам кажется, почему это предложение было сделано именно сейчас, что вы об этом думаете, об этих поправках? Действия Путина у нас комментирует господин Песков. Документа с конкретными поправками лично я не видела. Поэтому мне сказать настоящий момент по этому поводу совершенно нечего. Мы не знаем, что мы обсуждаем. У нас, очевидно, есть какое-то очень странное собрание людей, актеров, спортсменов, писателей и так далее, которые собрались вокруг какого-то обсуждения предполагаемых поправок в Конституцию. Есть самые разные предложения, от странных до абсурдных. Мне не видится правильным обсуждать что-то до появления хотя бы проекта этих поправок в виде документа. Тогда можно будет что-то обсуждать. Пока, очевидно, только общее, как видится, что общая цель – это Владимир Путин хочет остаться навсегда и прощупывает, как бы это сделать. Но в отсутствии конкретных предложений мне сложно что-то комментировать более конкретное. Я видела, что вы возмущались этим в одном из постов. Возможно, но я, собственно, соавтор манифеста, который был опубликован первоначально в «Новой газете», а сейчас этой компании нет, у нее есть свой сайт, это 20 человек. Мы создали некоторый документ. Действительно, Мария права в том, что у нас нет пока никакой конкретики, но мне, например, эта конкретика и не нужна, потому что для меня совершенно очевидно, что какие бы там поправки ни были, даже если эти поправки будут нам гарантировать счастье и всеобщую свободу, я против той процедуры, в которой это делается. Та процедура, которая есть, а именно стремительное изменение основного документа страны, с копом, людьми, которые там нет ни одного специалиста по этому профилю, и Тамара Морщакова, которая является специалистом в этой области, отказалась, естественно, в этой участвовать в работе. В любом случае, в этом виде это разрушение института конституционного, то есть поменяв так легко основной документ страны, после этого с ним можно делать уже все, что угодно. Для меня это совершенно очевидно, что конституция не будет иметь никакого... Она сейчас не очень много значения имеет, она будет иметь никакой силы, потому что документ, он имеет не только юридическую, но и какую-то фактическую легальную силу. Поэтому я против этих изменений, поэтому я соавтор этого манифеста, который говорит следующее, что какие бы там поправки ни были, если нам, это еще неизвестно, если нам будет возможность проявить, проявить нас просят, у нас будет возможность голосования, и там будет голосование, слово против или нет, мы призываем всех сказать против или нет. И мне кажется, что если это голосование будет, это будет одно из самых важнейших голосований, гораздо важнее, чем на самом деле выборы президента и все остальное. И Путин сам заявил уже о том, что это будет референдум о личном доверии ему и вообще всей этой системе. Так и есть. Но, конечно, я понимаю все сложности, связанные с этим. А в частности, было объявлено, что вроде бы этот день голосования будет 12 апреля. Соответственно, мы понимаем, что у нас очень мало времени в условиях отсутствия свободы средств массовой информации. Вопрос, как ты в этой большой стране успеешь людям сообщить хотя бы о том, что это голосование вообще будет, и о чем оно, что оно значит. Но я думаю, что да, это определит, то есть если люди все-таки скажут нет этому, просто потому что нельзя по такой процедуре, в таким составом это все совершать, надругательство над Конституцией. Неважно, я к ней могу относиться ужасно плохо, но я лично не буду голосовать за эти изменения. Значит, мы получим результат и в политзаключенных, и в свободных людей. Государство вынуждено будет немножко откатить, потому что у нее не будет уже карт-бланш на все, что угодно. Если люди проголосуют действительно, как они планируют, 90% проголосуют за эти поправки, они могут делать все, что угодно, потому что если люди позволяют совершать все, что угодно с символом страны, все равно государства, значит, можно делать все, что угодно и с остальным. Редактор субтитров А.Семкин